Меня зовут Виталий Чениховский, я представляю общественную организацию, которая тоже занимается, к сожалению, тем проблем, которые возникли в Киеве, все знаете их. Но в первую очередь я хочу поблагодарить организаторов этой выставки. Честно говоря, сердце радуется, в условиях разрухи общей находятся люди, которые находят свое время, силы, здоровье и радуют нас, пусть fine, но артем. Спасибо большое еще раз. А что касается нашей темы сегодня, ну, я, может быть, не все там подошедшие слышали, но тема называлась «Искусство зашло в тупик». Тут есть действительно определенный контекст и философский в этом названии. Я расскажу, что много смысла даже в самом договоре. А ведь скажу я вам, почему зашло искусство в тупик. Потому что зашло в тупик государство. Понимаете? Если в государстве нету идеологии поддержки культуры, искусства, физической культуры, спорта, соответственно, различных видов музыки и так далее, и так далее, всех видов искусства, то такое государство обречено. Понимаете? Оно просто обречено. И вот посмотрите внимательно, кто организатор сегодняшнего прекрасного этого фестиваля. Благодарительный фонд искусства будущего, Национальный союз художников Украины, ООО «Некст Арт» и ООО «Украинская неделя искусств». То есть нету ни одной государственной структуры. Потому что Национальный союз художников Украины – это творческий союз. Вот так вот у нас сегодня главный управление искусств и культуры администрации, Министерство культуры, так, как он поддерживает, соответственно, то есть не поддерживает, соответственно, художников и искусств как таковое. Это яркий пример вам. А на самом деле все очень просто. Вот у нас говорят, что у нас нет, например, кинематорфа. Я издалека начинаю, но это прямо связано с сегодняшней темой. А в других странах просто есть нормальные отчисления на развитие отечественного, то есть местного кинематорфа, которое за счет гастрольного сбора делается, за счет проката иностранных фильмов и так далее. То есть там находят государство деньги. Эти деньги не седают у карманных дельцов, скажем, прокачеков, а идут на развитие местной культуры и искусства. Вот так и должно быть здесь. А здесь только пытаясь, ну, начиная проводить порядок в этой сфере, ну, я вам скажу, к сожалению, приходится говорить, вот, ну, в святом храме искусства говорить о банальных вещах всегда с деньгами. С деньгами, то есть с такими банальными вещами налоги, которые не платятся хронически, вы же это знаете ситуацию. Ну, страна, я вам скажу, в стране, где, вот, два контраста. Страна, которая получает, значит, куплено на Украину 12 маях. Так? 12 маях. Это больше куплено, чем купила Германия, где не производится. Так? А с другой стороны, мы имеем, ну, вот, галерею Евгения Карася, которая была попытка захвата. Вот что? Ну, какое-то там очередное кафе, гендалки, то что-то еще, понимаете? Или вот магазин Сяева улица Краснорбейская 6, который там уже захвачен, там уже люди что-то там, все книги повозили и рассказывают нам сказки о том, что, значит, там будет якобы магазин. Ну, мы знаем, какие магазины, которые открылись на месте магазина Планета. Знаете, да, напротив станции метро Крещатик, там был магазин Планета книжный. А сейчас там магазин Найт. И вот так вот, вот так вот он у нас стекл. Поэтому, дорогие друзья, я вам скажу, что основа, основа проблемы, когда мы поговорим о тупиковости, ну, о определенной тупиковости, и об этом сегодня говорили в том числе выступающие, в новой степени многие касались безыгейности, так сказать, искусства, которые сейчас в многих местах есть. Нам приводили примеры коров расширененных, там, акул каких-то плавающих формалин и так далее. То есть тут есть определенные уже, ну, действительно дерагационные вещи, давайте прямо скажем, но, с другой стороны, рыба тут гнилез головы, государство не имеет никакой внятной идеологии, и поэтому искусство стало в тупик. Вот тут проблема. Но я вам скажу, это есть большая проблема. Ведь эта идеология, которую можно проповедовать, она уже есть на, ну, скажем, на поверхности. Разве непонятно сегодня, что задачи, в том числе искусств, вы в теме задали слово задачи, да? Задание. А какое задание? Ведь разве не является заданием каждого человека, в том числе работника, ну, сферы искусств, скажем, творческого человека, защита нашей планеты от уничтожения, или от уничтожения человечества? Давайте прямо скажем, каждый, пока мы тут седим, гектарами уничтожаются леса во всем, всех частях земного шара, в том числе нашей Украине. Вот, пожалуйста, очередная застройка, вместо сквера, тут далеко не надо ходить. И вот так все. Является ли это, по большому счету, идеологией? Конечно. Защита экологической идеологии, это одна из самых таких благородных идеологий. Это не коммунизм, не капитализм, это что-то намного выше, да? То есть, а вот это, наверное, на мой взгляд, я вот так и говорю, что искусство, если бы государство было здоровое, оно бы само заказывало художникам вот эти вот картины, которые защищали бы нашу природу. Посмотрите, какой колоссальный успех художественная лента «Аватар» принесла, которая действительно проповедует вот эту вот необходимость сохранения планеты. Правильно? Она показала на примере Панторы, во что может превратиться наша Земля, во что мы с ней делаем. И то же самое сейчас каждый художник, каждый художник, слово, каждый художник кисти, фотограф, он должен отобразить. Но государство должно этим заниматься в том числе. Должна быть максимальная финансовая поддержка государства всех видов искусств. И тут это аксиома. Вот когда это станет идеологией, мы тогда не будем вообще задумываться, не будет никакой тупиковости, будет нормальная работа художника на общество, а не Бог знает куда. И тогда не будет той проблемы, мимо которой ты говорил, что вот, значит, с одной стороны, он на заказ что-то сделает, а что-то для себя. Да нет, это все должно быть от себя идти, и все идти на общество, потому что будет всегда потребитель. В музей, в конце концов, он упадет. Государство возьмет. Я думаю, что это все реально. Я говорю, чтобы вы меня не обвинили в какой-то легкомысленности. Вы говорите, я занимаюсь, ну, лично занимаюсь разработкой законопроектов, связанных там с ограничением алкоголя, табака, значит, и горного бизнеса, это все так. Но я вам скажу, один законопроект только. Вот в прошлом 2009 году приняли законопроект, который дал казну 5 миллиардов сетей миллионов гривен. Это всего-навсего там на полторы гривны выросла пачка маленькая. Ну, так чтобы вы понимаете, что это очень незначительное повышение акциза. И вот, значит, большущие деньги. Неужели часть из этих денег нельзя направить на искусство? Понятно, что масса людей, которые не хотят, чтобы эти деньги взимались, особенно там от кубачных компаний. Понятно? Но ведь в целом же для общества это хорошо. Поэтому, заключая свое выступление, я думаю, что мы все согласимся с тем, что не так все на плохо, если мы соединены усилиями, сможем определиться идеологически, прежде всего. А я имел в виду вот эти вот ключевые три огромные блока, да? Огромные блока. Это экология, да? Это защита окружающей среды. Это здоровье человека, как самоценность. То есть здоровый человек, здоровье общества. И третий блок – гражданские, политические и личные права человека. Правильно? Человек, он как линейский роды, но в то же время он тоже нуждается в защите, да? И вот эти три основных блока, разве это не задача искусства отображать эти вопросы? Спасибо большое. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ